так что конкретно делает вот ваша компания микс требуется наш деньги но помимо какие действия предпринимают но вы как видели сами в подъезде лампочки у нас видели подвал наш видели только льдом а вот пожалуйста видели трава пожалуйста смотрите нами что нам что еще сказать мусорки вы видели что наша компания микс делает может быть представитель вы хотя бы скажете что конкретно за последний год хотя бы да конечно тариф у нас 2050 квадратный метр что тут про микс ну что микс несет ответственность первый листик вы читали вот вот этот абзац находится под управлением отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств содержание общему что да вы что нет да за какой общему что за какое за двор тогда ничего несете за подъезд до несет у нас в подъездах порядок в вашем подъезде вообще во всех сейчас наш подъезд до порядок у вас какие-то происходят дверь полома двери ломается вот звонка участкового вашему руководству перила поломали после закона ясми вот значит смотрите да давайте вы мне скажете я как раз запишу есть был факт допустим там сломалась дверь позвонили не в этот же день на следующий день нет вы лично ответили что средств нету вы лично мне ответили средств нету и когда они будут тогда мы будем устранять вот гражданка вот этот она постоянно искажает действительность изначально разговор было следующим что я не знаю входит ли перед восстановление дверных проемов перечень обязательных обязательных я уточню и вам отзвоню скажу обещать я вам сейчас ничего не буду через после этого в какой срок была дверь устранена после звонка моего течение учетовому и тогда после его действий нас в течение суток дверь была исправлена в течение суток дверь болталась на одной петле когда во дворе целый ряд людей до этого была порча лестничных перил сколько раз она была порча во сколько вы ломали я ломала ну не вы ваши жильцы наши жильцы хорошо наши жильцы ломали управляющая компания обязана восстановить надо взыскивать с жильцов которые поломали месяц наша управляющая компания не реагировала на восстановление я слушаю конечно я вас обоих слушаю вот то есть лампочки по лампочкам разговор был лампочки регулярно проходим меняем вы пришли лампочки поменяли через одну у вас одна не работает потому что у вас не исправен плафон когда происходила замена ваших лампочек не горела только одна все остальные функции функционировали не горела одна по причине поломки плафона сейчас вы все заходили в подъезд сколько лампочек не горит горит на первом этаже 2 давайте поставим датчик горения лампочки и сделаем чтобы она отправлялась эта информация в головной офис но эти все эти все эти все действия будут за средства ваши средства за ваши средства все все которые действия проводятся все полностью отказались оплачивать услуги месяц далее ваш дом насколько я помню когда последний раз отчеты смотрели оплата у вас менее 70 процентов была вам никто не будет оплачивать согласно закону если с менее 70 процентов то управляющая компания со своей стороны так как отношения договорные имеет право они с кем договора нет у них договоров до сих пор я собственник и у нас нет вообще не предложил нам 50 процентов плюс один договор требуется для обслуживания дома для составления договора у нас два года была оплата 100 процентов практически выбирал вас вот можно поинтересоваться если девочки вы сами себя да я с ноября месяца года я не работаю замена лампочек происходит замена ремонт общедомового имущества происходит это имущество не общедомовое это должна решать вопросы собственника управляющая компания это принадлежит компании дск застройщику стукалову то бишь 10 тысяч на квадратный метр мы можем купить подвал который в одессе но управляющая компания обязана решать застройщиком эти вопросы вопросы ко мне еще есть конечно когда устраните нашу проблему с подъездом с подъездом на днях я так думаю что на днях уже выйдет новую я даже я сказал да что первого числа вы будете оплачивать этот месяц ей зарплату за то что полностью нет почему почему не всю что почему не будете оплачивать потому что какие-то работы проводились никакие работы не проводились один раз один раз за месяц один раз приехал мы посмотри посреди обозрениях убралась мы заходим и паутине все хорошо это не дело хорошо вот вы сейчас зашли в офис напишите бумажное подтверждение мы тоже спешите чтобы бумажное подтверждение было чтобы мы могли обосновать удержание заработной платы человеку на словах на ваших словах которые вы сегодня сегодня говорите одно завтра другое вот лена да правильно лена лена а что я вам сказала нового сейчас нет вы со мной говорите об одном а после этого вы перевираете говорите совсем другое почему лена не перевирает вы мне лично по телефону когда я вам звонила за дверь вы лично мне сказали о том что наш дом не оплачивает услуги микса денег на ремонтные работы сейчас нет возможно возможно потом обещать я вам сейчас ничего не могу поскольку я не владею информация на данный момент когда я выясню ситуацию я вам перезвоню и скажу ваши действия после этого вы позвонили участковому вы не дождались моего звонка нет потому что вам еще четыре человека звонила которые могут подтвердить мои слова что вы сказали денег нет я вам по телефону объяснил что это было какой день недели был это был воскресенье а на собрание вы лично говорили что в любое в любое время конечно у нас дверь висит на половину полный двор детей меня здесь не было я был далеко хорошо а если бы ребенка дверь пришибла вы бы со своего далеко пешком прибежали если бы ребенка дверь ударила а мне надо было ждать пока моего ребенка дверь задали не ждите а что делать примите лично какие-то действия я в течение какого времени после моих действий после работы участкового с вами это не участковый когда участковый он не с руководством он непосредственно мне звонил но это все сейчас вы понимаете это все слова и у меня времени нету с вами сейчас стоит разговаривать вы у вас если есть претензии вы сейчас пришли, вы представитель компании, вы испебники вот как нам, составьте поехали в офис, я вам составил вы обязаны на месте акт давайте ручку, давайте бумажку я вам 걸로 я сейчас принесу у меня сейчас еще раз у нас проблема мы вызвали представителя компании как каждый раз вот представитель обязан нам составить акт я ему сказала , вы приехали облицовка дома Если работы никакие сейчас вы делать в ближайшее время не будете, тогда... По поводу подвала? Ну, по поводу подвала, по поводу... Ну, это не к вам, вы сказали. По поводу облицовка дома. Сколько прошло времени? Откачивалось пол... Откачивалось, да. Не до нуля вретим. А? Не до нуля. До нуля, до нуля. Вретим, вот тут вода была. Мы с вами... Вы говорили, не могу откачать до конца, тут нету... Вот здесь, да. А там до нуля откачивали. Вот здесь вода так и осталась. Асен сказал, нету... Дренажа этого. Этого, да. Чтобы... Я приямок. Да, приямок. Там приямок есть, мотора нету. Откачивали? По поводу мотора, откачки и гидроизоляционные. Это просто провод, он никуда не подключен. А зачем он... В подвальном помещении? Объясните, в РАУ где находится? В соседнем. Ну, какая разница? А подождите. Оно тоже увлажнено, но там... Это чем грозит? Специально подготовленный. Это чем грозит? Специально подготовленный. А на постаменте с гидроизоляцией это все сделано. Ответьте на вопрос. Я вижу гидроизоляцию, которая черной краской. По поводу вопроса этого подвала. От вас было письмо... Письмо к застройщику. Это не ответили на вопрос. Письма к застройщику вы писали. Предыдущие письма к застройщику согласны. Вместе с управляющей компанией были составлены письма. Шесть пунктов из которых было. Этих шесть пунктов, это позапрошлым еще году. Этих шесть пунктов застройщик удалил. Исправил. Сейчас, сколько мы? Два месяца тому назад встречали с застройщиком. Опять составили план. У вас копия этого плана должна была сохраниться. У Ларисы, не помню, с Кухто, по-моему, кто-то. У нее копия этого плана есть. Представитель администрации был. Застройщик подписался над этим. Там описали сроки. По вот этим вот срокам... Сроки давно прошли. По вот этим срокам, насколько я помню, был запланирован июль-июль месяц. Да это не сроки. Это неправда. Проблема должна решаться, как она есть. Вот есть проблема, надо решать. Как она есть. Владелец ДСК. Подождите. Письма от нас, от управляющей компании, о существующей проблеме им отправлялись. Вы лично со мной разговаривали по поводу заселения, что вы приедете завтра с электриком. После чего, что произошло? Что произошло? После того, после чего вы начали угрожать, что-то звонить, какие-то угрозы, участковые, администрация, прокуратура. И я с вами решил работать исключительно официальным методом. Если вы хотите таким образом работать, приходите, будьте любезны. Только таким. Письменно подтверждайте свои запросы. А вы знаете, что по закону мы должны вызвать представителя компании, он нам на месте должен составить акт. На вопросы, которые я могу ответить, я ответил. Все, до свидания.